Мелорусская команда с триумфом вернулася с 11-го международного турнира юных математиков. Золотые и серебряные медали из Барселоны у Гомель привезли в ученик 71-й гимназии Андрей Гончаренко и Александр Пячонкин. На встречу зимы отправился наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Удельниками международного турнира юных математиков стали представники 10 стран света, у всего 15 команд. У интеллектуальным споборницам школьникам нужно было выиграть несколько математических боев. Они примирали на себе роль доследчиков подчас презентации своих выников и ролью оппонентов для других отделников. В нашу краину представляли две команды, в составе которых были и в ученик Гомельской гимназии номер 71 – Александр Пячонкин и Андрей Гончаренко. У меня была цель занять первое место, потому что я бы собрал такое актуальное достижение, что я и на области. У меня был первый диплом на республике, и вот на международном турнире мне не хватало этого первого диплома. Я его взял, и я был очень счастлив. Ко мне пришло предложение из Московского физико-технического института, и я туда собираюсь поступить, так как мне достаточно сильно нравится математика и информатика. Ну, первые эмоции были такими, что турнир для меня «Айтюм» был первым в моей жизни. Конечно, я был очень рад тому, что у нас была медаль от команды «Беларусь-2». Вторая медаль – это довольно хороший результат. Почему не хватило до первой? Скорее всего, может, какая-то неопытность команды и сильные хорошие соперники. Трихтоваться до международных турниров хлопцы, начали еще в средней школе. Поспех в Барселоне выник годовой працы. Займались с юными итальянцами наставницы 71-й гимназии Ирина Ханчаренко и старший выкладчик кафедры алгебры и геометрии ГДУ Мяфранциска Скарыны Вячеслав Мурашка. Я не означаю, что именно командная работа – главный секрет поспеху. С каждым годом уровень команд все растет и растет. То есть, это очень сложные мероприятия. Тут школьники не только должны уметь решать задачу, а уметь докладывать задачу, слушать, что докладывают другие, задавать им вопросы, отвечать на вопросы, уметь вычитывать материал, то есть, рецензировать работы. И все это на английском языке. И вот если детей научишь именно работать в пятом-шестом классе, то, соответственно, потом у них это уже будет как своя порция адреналина, и они будут уже соревноваться не только между чужими командами, они будут соревноваться между собой, тем самым оставаясь командой. То есть, моя задача как учителя – научить их учиться в плане того, чтобы они работали постоянно. То есть, не только 45 минут урока, что очень-очень мало, но и вне урока в том числе. Подадзенных Министерства Эдукации – лепшие выники математичного турнира у белорусов. За все годы выступления у скарбонцы наших юных математиков семь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Вероника Хамзюкова, Евген Макеенко, Телерадо и компания «Гомель».